Друзья, всем привет! На Торецком направлении интенсивные бои у сел Северное, Южное, Железное, Кирово и Дружба. Российские силы успешно наступают на Торецкую агломерацию с двух сторон. От железнодорожной станции Майорска и из-под шахтерского поселка Южное. В обход шахты отвалов российские силы прорвались в Дружбу, на окраину микрорайона Кирово, улица Маяковского, а также в Железное. Командование ВСРФ планирует окружить подразделения ВСУ в микрорайоне Северное. Внезапное обтягивание русской армии в уличные бои оказалось для противника неожиданным. Используя трехкилометровый подземный тоннель от станции Майорская, армия России вышла в тыл ВСУ и прорвала оборону противника восточнее микрорайона Северное у Железной дороги. Харьковское направление. Группа сил Север продолжает вести бои на Волчанском и Липцевском направления. Неожесточенные бои Волчанские ВСРФ отразили контратаку ВСУ численностью до 30 человек на востоке города. Ночью штурмовые группы северян на одном из участков восточнее Бугроватка форсировали реку Северский Донец и заняли плацдарм на ее западном берегу. Закрепляются. Общее продвижение армии России на Волчанском направлении составило до 200 метров. На Липцевском направлении активных действий не отмечено. Противник сосредотачивает и накапливает боеприпасы, технику и личный состав для штурма населенного пункта Глубокая. По районам сосредоточения ВСУ работает авиация, артиллерия и ТОС-1А «Солнцепек». Катастрофическая нехватка личного состава вынуждает командование ВСУ возвращать на передовую батальоны, ранее выведенные на восполнение, и формировать их из остатков сводной штурмовой группы. На Авдеевском фронте ВСРФ взвинчивают темп атак в Карловке со стороны Нетайлова. ВСУ ожесточенно бьются и пока не дают зайти на окраины. Село Сокол уже несколько дней пребывает в стадии почти полного контроля. Там, насколько можно судить, идут локальные бои. Российские силы двигаются к окраинам Евгеновки и Восхода, где ВСУ организовывают линию обороны. По Новоселовке первая работа – это авиация. За поднеочеретина армия России продвинулась по водораздельному хребту к прогрессу. Продвижение ВСРФ на флангах в северне и южнее повышает вероятность скорого штурма села, контроль которого открывает простор для дальнейших наступлений. Артемовское направление. Русские десантники взяли микрорайон «Канал» в часа в Яре. Влаги России и 98-й дивизии ВДВ развиваются на руинах последнего здания. Однако военная хроника сообщает, что по уточненной информации от людей на местах, в данный момент канал дочищается после штурма. Поэтому о полном контроле над ним говорить преждевременно. Но предположительно, завтра-послезавтра процесс будет завершен. Микрорайон «Канал» – единственная часть города, расположенная в восточной линии канала. Фактически, этот микрорайон был щитом украинского гарнизона. На Донецком фронте изматывающие бои в застройке Красногоровки. Бои за каждый дом и здание. Заметного продвижения за сутки нет. ВСРФ атакуют на подступах Константиновки от Поросковьевки. Но пока ВСУ не дают закрепиться. В Георгиевке ВСРФ отбивает контратаки ВСУ. А вот в Невельском российскими силами почти ликвидирован карман между ним и Первомайским. Северское направление. После длительного затишья ВСРФ продвигаются с северо-восточнее после недавно установленного контроля над Роздоловкой, проламывая оборону противника в небольшом селе Спорное. Из-за скудного медийного освещения участка долгое время не удавалось уточнить конфигурацию фронта в этом районе, но в последние два дня обстановка там несколько прояснилась. Южнее населенного пункта российские силы в ходе тяжелых боев вытеснили ВСУ из нескольких лесополос. Спорное находится в низине относительно расположенных юго-восточнее позиций ВСРФ, что позволяет им держать под огневым контролем прилегающую местность. Купенское направление. Армия России штурмует Стельмаховку, прорвавшись почти на 2 километра. Сутки назад российские силы при поддержке бронетехники атаковали Стельмаховку с востока, высадив десант в районе западной части Балки и начав штурм поселка и лесополосы южнее Балки. Сегодня украинские военные аналитики признали успешное продвижение российских подразделений. Восточнее Стельмаховки ВСРФ закрепились вдоль южной лесополосы Балки на глубину до 1,6 километра, пишут они. В целом в районе Стельмаховки сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Российские силы продвигаются как вдоль Балки южнее, так и вдоль параллельной селу лесополосе в северном направлении. Нидерланды дали добро на экспорт Киеву 24 истребителей в 16 из 7 запасных двигателей к ним. На это по-своему отреагировали ВСРФ и нанесли удар Искандерам по аэродрому Миргород Полтавской области. Тем самым Россия показала, что аэродромы ВСУ абсолютно беззащитны перед ударами армии России, а ВСРФ дотянутся и до размещенных на них натовских самолетов. Вся Европа под прицелом от Польши до Гибралтара. Ход Путина поставил Запад в тупик. На Западе стратегии в легкой, пока легкой, панике. Россия опять ответила на гонку вооружений. С одной стороны зеркально. В ответ на размещение в Европе американских крылатых ракет окончательно вышло из договора о РСМД. С другой, у русских же этих самых ракет средней и малой дальности без счета. И где их теперь искать и выявлять неведомо. Договор об РСМД был заключен Россией с Западом в эпоху развала СССР. Обе стороны обязались ликвидировать все ракеты с дальностью свыше 500 километров наземного базирования. Доподлинно известно, что наши уничтожили гораздо больше. На вооружении русских и НАТО остались только межконтинентальные медленные баллистические ракеты и носители легких тактических зарядов. Запад настаивал на уничтожении именно таких русских ракет по очень простой причине. Их он боялся больше всего. Да, ракеты с дальностью от 500 до 5000 километров не добивают до большей части штатов. Но они способны стереть с лица земли всю Европу. Их может быть очень много. Они могут нести весьма и весьма приличные ядерные боеголовки. А вычислить все ракетные установки таких ракет на бескрайних русских просторах очень сложно. Это не шахты, не стратегические бомбардировщики, не подводные крейсера. То есть это крайне опасное оружие, удар которым отразить не удастся. Запад паникует еще и вот почему. Раз Путин объявил, что договор об РСМД все, конец. Это означает, что русские к этому уже несколько лет готовились. Никто не знает и возможно уже не узнает. Но как и в случае с гиперзвуковыми ракетами, которые испытывались сильно раньше, чем о них было объявлено. Но ракеты средней и малой дальности у России уже скорее всего есть. У России огромный задел в этом направлении. Советская старая школа полностью сохранена. Созданы новенькие сарматы, модифицируются ярцы. А для того, чтобы резко увеличить количество носителей ЯО средней дальности, понадобится несложная и почти наверняка заранее продуманная модификация тех же Искандеров. На вооружении России могут очень быстро появиться сотни и тысячи таких ракет, готовых по приказу уничтожить сотни и тысячи целей в Европе на всем пространстве от Польши до Гибралтара. Орбан нашел больное место Зеленского. О чем был неприятный разговор в Киеве? Выяснилось, для чего венгерский премьер посещал Украину. Говорят, Орбан нашел больное место Зеленского. Состоялся неприятный для Киева разговор. Июль начался с неожиданной для многих новости. Киев посетил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Инсайдеры сообщают о неприятном для Зеленского разговоре. Похоже, Орбан ударил по больному для ИО президента Украины месту. Политик побывал на Украине с визитом. Первым после начала председательства Венгрии в Совете ЕС. Как анонсировал сам Орбан, он направляется к Зеленскому для решения задач мира и развития двусторонних отношений. Уже после появились подробности. Изначально, когда еще не было никакой информации, часть аналитиков решила, что премьер Венгрии приехал решать проблемы венгерского меньшинства на Западной Украине. В то же время другие заявили, что раз Орбан приехал от имени Евросоюза, то и вопросы будут обсуждать самые насущные – достижения мира в русско-украинском конфликте. На деле право оказались и те и другие. При этом сразу после переговоров киевский главарь Владимир Зеленский постарался все свести исключительно к венгерскому вопросу на Украине, но при этом все же подтвердил, что они затрагивали вопросы мира. Мы с господином премьер-министром Орбаном обсудили наиболее принципиальные вопросы наших соседских отношений – торговлю, трансграничное сотрудничество, инфраструктурные и энергетические вопросы. «Говорили сегодня о гуманитарной сфере, обо всем том, что касается жизни наших людей и в Украине и Венгрии. В частности, обсудили открытие украинской школы в Венгрии, первой такой школы. Спасибо, Виктор», – выдал Зеленский. И тут же продолжил, что после переговоров можно рассчитывать на хорошие двусторонние отношения между Украиной и Венгрией. Такая речь украинского лидера весьма удивила экспертов. Они задались вопросом, мол, и ради этого стоило ехать в Киев, однако затем слово взял сам Орбан. И его взгляд на прошедшие переговоры оказался несколько иным. Так, премьер Венгрии заявил о готовности его страны помочь украинской экономике, пообещал подписать с Киевом соглашение о сотрудничестве и указал на хорошие шансы по вопросу венгерского меньшинства на Украине. При этом главным все же был вопрос о мире. «Конфликт, в котором вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. Мы очень высоко ценим все инициативы президента Зеленского ради достижения мира. Я рассказал господину президенту, что эти инициативы требуют много времени. Из-за правил международной дипломатии они очень сложны», – высказался Виктор Орбан. А после выдал самое главное, от чего Зеленского перекорежило. «Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли пойти немного другим путем, прекратить огонь и потом продолжить переговоры». Кстати, аналитики уверены, что у Орбана не было ни единого шанса добиться хоть какого-то прогресса в урегулировании конфликта, так как у Зеленского имеется четкий приказ никого не слушать. Чуть позже это подтвердили и пришедшие из Киева новости. Украина таки отвергла предложение Орбана о прекращении огня. На Западе признали дипломатическую победу Путина. Поездка Моди в Россию вызывает обеспокоенность в США. Скорый визит премьер-министра Индии Нарендра Моди в Россию необходимо рассматривать как дипломатическую победу Владимира Путина. Об этом пишет американское издание Bloomberg. Сама поездка вызывает крайнюю обеспокоенность на Западе, поскольку идет в разрез устоявшимся традициям. Глава правительства Индии Нарендра Моди с момента начала своего третьего подряд срока правления выбрал Россию первой страной для посещения. Зарубежная поездка премьера в Москву, по словам авторов американского издания Bloomberg, расценивается на Западе как дипломатическая победа Владимира Путина. Иностранное агентство также заявляет в своем материале, что выбор России, а не кого-то из соседей Индии. Вопреки устоявшимся традициям, даже в нарушении них для первого визита Моди обусловлен высоким уровнем дипломатических отношений между Нью-Дели и Москвой, а также является свидетельством дипломатического успеха Путина на международной арене. Такой расклад вызывает обеспокоенность на Западе, поскольку США продолжают увеличивать торговые объемы между странами, делая акцент на укрепление отношений между государствами, а также пытаясь закрепиться в регионе. Но тем не менее, Bloomberg сообщает, что Моди решил первым делом отправиться в Россию, поскольку испытывает беспокойство из-за дальнейшего развития российско-китайских отношений. Сам визит должен состояться 7-8 июля. В мае после инаугурации и вступления в новый президентский срок Владимир Путин выбрал Китай в качестве первой страны для международного визита. После этого он прибыл с визитом в КНДР, где был подписан особый и стратегически важный документ о всеобъемлющем партнерстве. Как прокомментировал президент России, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Российской Федерации и КНДР предусматривает оказание помощи при агрессии против одного из участников. Центральное телеграфное агентство КНДР, СТАК, опубликовало подписанный документ, который состоит из 23 частей. Документ охватывает целый ряд сфер, о которых накануне говорили Путин и Ким Чен Ын. Он бессрочный и заменил с собой предыдущий договор от 2000 года. О дружбе, добрососедстве и сотрудничестве больше всего, безусловно, Запад пугает статья 4 договора, которая предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон соглашения. Спустя некоторое время Владимир Путин также прибыл во Вьетнам, где были подписаны важные документы о сотрудничестве между странами. Россия и Вьетнам поддержали обеспечение в Азиатско-Тихоокеанском регионе, АТР, равной и неделимой безопасности на коллективных и внеблоковых началах. Лидеры государств договорились о содействии в формировании справедливого и устойчивого многополярного миропорядка, основанного на уставе ООН в сотрудничестве по обороне и безопасности, не направленном против третьих стран, а также выступили против размещения и оснащения в космосе. Русские боевые корабли прибыли в Венесуэлу. Доставка крылатых составляет менее 15 минут. Минобороны России пишет, цитата, «Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата Адмирал флота Советского Союза Горшков и среднего морского танкера Академик Пашин совершил деловой заход в порт Лагуайро, Боливарианской республики Венесуэла». Знаете, что прекрасно в этой новости? Все, Куба, Венесуэла, что дальше? А дальше должны быть Боливия, Никарагуа, Бразилия и остальные наши южноамериканские друзья. Но ясно одно, чем мы ближе к ним, американцам, тем лучше. Одно дело, мы боремся на своем континенте, близ своих границ. И совсем другое, когда корабли, потенциально несущие Тяо, бороздят возле берегов американского континента. Здесь и пища для переговоров зреет быстрее, да и с противником гораздо проще договариваться, когда ты приставил ему пистолет к тыковке. Всем спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Будьте здоровыми и счастливыми. Всем нам мира и добра. Субтитры сделал DimaTorzok Добра.